Компания Веневисион и Фоновидео представляют Габи Эспино Рене Лаван Лилибет Морильо Карлос Мата Карина В теленовелле «Любище сердце» по роману Мариэлло Ромеро 76-я серия Фильмы также снимались Адольфо Кубас Жоэль Нуньес Лили Рантерия Карлос Куэрво Генри Галуэ Куан Баптиста И другие Кубас Композитор Алекандро Кампос, оператор Эдуардо Давила, художник Рауль Делануэс, продюсер Игорь Манрике, режиссер Хосе Феррара. Да, Аугусто. Я жду от тебя ребенка. Эстер, оставь нас одних, пожалуйста. Хорошо. Ты хочешь сказать, что ты в положении? Ты пришла сюда, чтобы сказать мне, что ты в положении. Да, Аугусто. Я знаю, ты не хочешь меня видеть. Я бы не стала с тобой встречаться, клянусь, но при определенных обстоятельствах приходится забыть о гордости и достоинстве. Достоинство? А ты знаешь, что такое достоинство? Пожалуйста, не обижай меня. Тогда и ты меня не обижай. До каких пор, Кристина? До каких пор ты будешь мне лгать? Аугусто, моя беременность, это правда. Я была у врача. Чего ты добиваешься, Кристина? Чтобы я опять вернулся к тебе, да? Аугусто, клянусь тебе, это правда. Я в положении. Я жду от тебя ребенка. От меня? А может быть, от Рафаэля Ароско? Роберто, я хотел поблагодарить тебя за то, что ты сделал для Ивана. Я имею в виду твою речь в суде. Мы так и не успели поговорить об этом. У нас не было случая. Раймунда, я знаю, ты меня ненавидишь, потому что я пытался убедить судей в том, что я сам убежден, что твоя мать убила Росарио Моралес и хотел обвинить в этом Ивану. Я предпочитаю не говорить об этом, Роберто. Но в одном ты можешь быть уверен. Я тебя не ненавижу. Наоборот, в глубине души я тебя очень благодарен, Роберто. Когда никто, даже я не верил Иване, ты ей поверил. И это правда. Ты ей не верил? Но в суде, когда ты во всеуслышании заявил, что любишь ее, ты продемонстрировал, что веришь в нее. Раймунду, ты по-прежнему ее любишь? Как никогда прежде, Роберто. Как никогда. Решай, или ты выходишь за меня замуж, или идешь в модели. Извините, что я вмешиваюсь, но я не думаю, что одно исключает другое, если, конечно, Ивана хочет стать моделью и выйти за тебя замуж. Мне кажется, ты слишком категоричен в этом вопросе. Постой. Это ты внушаешь Иване бредовые идеи. И, кроме того, никто не верит, что твое предложение насчет Европы – это правда. А вот я предлагаю ей свою жизнь, Эрнесто. Ты хочешь сказать, что я мошенник? Перестаньте, минутку, пожалуйста. Я не хочу скандалов в моем доме. Ивана, я не позволю твоему жениху ставить под сомнение мою репутацию. Я известный фотограф в мире моды, и если я сказал, что сделаю тебя знаменитой, будь уверена, что это так. А вот сделает ли он тебя счастливой, мы этого не знаем. Что ты себе позволяешь? Хватит! Не вздумайте устроить драку у меня дома. Что за неуважение? Извини, Ивана. Это ты меня извини, Эрнесто. Я благодарна тебе за то, что ты предложил мне сделать карьеру, за возможность устроить свою жизнь, став моделью. Но я тебе говорила, я выхожу замуж за Эдуардо. Я это решила. Ивана все решила, поэтому тебе здесь нечего делать. Ты уверена в этом? Да. Я уважаю твой выбор, хотя мне очень жаль. Мне ничего не остается, как пожелать вам семейного счастья. Спасибо. Ивана, помни, ты имеешь право быть счастливой. И никто, ни один человек не может лишить тебя этого права. Прощай, красавица. Прощай. Что позволяет тебе этот тип? Перестань. Успокойся. Ради Бога. Раз уж мы остались одни, я должна с тобой поговорить. Послушай меня. Как дела? Он провел в Ваде 48 часов. Этот человек не утонул. Его застрелили, а потом сбросили в реку. Запиши в отчете, что погибшего звали Леопольдо Кольминарис. Его сын недавно подавал в розыск. Ты его нашел? Сделаем вскрытие, а я потом пришлю тебе отчет. В первую очередь я хочу знать, из какого пистолета убили этого человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леопольдо Кольминарис вор. Я отказываюсь в это верить Армении. Извините, но это не может быть правдой. Леопольдо богатый человек, и у него нет нужды воровать. А вас не удивляет, что Леопольдо при всем его богатстве провел столько лет в тюрьме? Поверьте, Виктор, это он нас обворовал. Эти деньги Роберто собирался инвестировать. Мы знаем, что Леопольдо положил их на свой счет. Мы должны вернуть эти деньги. Если ты знаешь, где Леопольдо, то лучше скажи нам. Я не знаю, где он. Но я знаю, он вернется и все объяснит. Эти деньги принадлежат моим детям. Это их наследство. И этот негодяй не имеет права меня обкрадывать. Не имеет. Виктор, если мы не вернем этих денег, мы с Соней разорены. Я просто не могу в это поверить. Как я могу умереть, зная, что моим детям грозит нищета? Твои дети не будут бедствовать, Соня. Я обещаю, если мы не сможем вернуть эти деньги, я вложу в твою фирму свои, чтобы увеличить капитал. Как ты можешь меня оскорблять? Как ты можешь так плохо обо мне думать? По-твоему, я способна повесить на тебя чужого ребенка? Аугусто, к какому сорту женщин ты меня относишь? К обманщицам. К сожалению, я слишком поздно это понял, Кристина. Если ты думаешь поймать меня на крючок сказочкой о своей беременности, то знай, ты ошибаешься. Или, может быть, вы придумали это с Рафаэлем, чтобы вытянуть из меня деньги? Похоже, вы оба думаете, что я полный идиот. Аугусто, ты прав. Я совершила ошибку, солгав тебе насчет Рафаэля. И я признаю, что вела себя глупо. Надо было с самого начала сказать тебе всю правду. Да, я согласна. И он действительно был моим женихом. Женихом? Кристина, я бы сказал больше, чем женихом. Да, я спала с ним. Я любила его. И я раскаиваюсь. Теперь я раскаиваюсь, потому что из-за него я угодила в тюрьму. Между прочим, несправедливо. Потому что я в жизни ничего ни у кого не украла. Но мне не поверили. Никто не поверил. Ни судьи, ни присяжные. Ни мой отец. Никто. Поэтому, когда я попала на эту фирму, я солгала. Вернее сказать, я скрыла правду, потому что мне нужно было работать. А если бы я призналась, что сидела в тюрьме, меня бы не приняли. Кто бы меня взял? А мне нужно было жить. Потом мы встретились. И я боялась, что ты будешь меня презирать, как презираешь сейчас. Я скрыла от тебя правду. Я ошиблась. Надо было быть смелее. Идти по жизни с гордо поднятой головой. Говорить всем правду. И прежде всего тебе. В конце концов, мне нечего стыдиться. Если вдуматься, это я. Только я оказалась жертвой. Привет, дорогой. Как дела? Как работа? Хорошо. Что читаешь? Почему ты был так груб с Эрнестом, когда я вас познакомила? Я не был груб. Я должен был уйти и ушел. Нет, дорогой. Я тебя знаю. И вижу, что по какой-то причине он тебе не понравился. Кстати, он приятель Иваны. Да? Больше, чем приятель. Как оказалось, Ивана и есть та девушка, которая, судя по его рассказу, его очаровала. Похоже, он полон решимости помешать ее свадьбе с Эдуардо. Это Ивана умеет устраиваться. Еще не вышла замуж, а уже наставляет Эдуардо рога. Надо же. Эдуардо, я никогда не говорила, что люблю тебя. Я не говорила этого, потому что я действительно не была в тебя влюблена. Ивана, не говори так. Ты знаешь, у меня разрывается сердце. Дай мне договорить. Выслушай. Когда мы познакомились, я была влюблена в Раймунду. И я бы хотела, Эдуардо клянусь, я бы хотела сказать, что не люблю его, но я должна быть предельно откровенна с тобой. Но Раймунда женат, и кроме того, он тебя не достоин. Он спал спать и клялся тебе в любви. А вот я... А ты всегда был со мной, поддерживал меня, любил, ничего не прося взамен. Надеясь, что когда-нибудь я смогу тебя полюбить. Я пыталась. Честное слово, пыталась Эдуардо. Я старалась изо всех сил. Я много раз просила Святую Деву, но признаюсь, я не смогла тебя полюбить. Это значит, что ты не выйдешь за меня замуж? Тогда почему ты сказала мне, да, при Эрнесте? Похоже, я опять был твоим щитом. Посмотри на меня. Я выйду за тебя замуж. Зачем же выходить замуж, если ты меня не любишь? Я ходила исповедоваться, Эдуардо. Я рассказала Богу о грехе, который я совершу, выйдя замуж без любви. А священник сказал мне, что, видимо, ты и есть тот человек, который назначен мне Богом. И, по-моему, он прав. Мне кажется, это правда. Ты самый добрый и благородный из всех, кого я знала. Поэтому... Поэтому я обещаю, что буду стараться изо всех сил любить тебя и быть женой, которую ты заслуживаешь. Что вчера случилось с Кристиной Рассито? Что она сказала, когда я тебя привез? Думаешь, я стану рассказывать тебе тайны своих подруг? Ты могла бы хотя бы немного намекнуть. У меня ведь тоже есть любопытство. Да, ты обожаешь сплетни. Нет, я не буду рассказывать про Кристину. К тому же у меня нет желания говорить. Мне хватает своих проблем. А можно узнать, что стряслось на этот раз, Рассито? Вот уже два дня никаких известий от сироты. Он не написал мне ни строчки. И я волнуюсь. Соня, я не хочу, чтобы ты волновалась. Я хочу, чтобы ты была спокойна. Я займусь этой историей с Леопольдом. Спасибо, Виктор. Спасибо, что ты так добр ко мне. Я тоже хочу вас поблагодарить, Виктор. Не беспокойтесь, Армению. Такие пустяки. Ангелинес, а ты что здесь делаешь? Привет, Виктор. Привет. Ты не знал, что я дружу с Арменией? Нет, не знал. Ну, ладно, мне пора ехать. Да, послушай, позвони мне вечером. Я должна поговорить с тобой об одном деле. Конечно. Пока. С Богом. Соня, я недавно звонила, и Росмэри сказала, что ты больна. Я полагаю, ничего страшного нет. Ты уже на ногах. И хорошо выглядишь. Спасибо за заботу, сестра Ангелинес. Мне жаль вас огорчать. На самом деле я при смерти. Выходит, ты жертва. Конечно, ты думала. Я приду, расскажу ему сказку, он меня пожалеет, поверит, и... Дело в шляпе. Не так ли, Кристина? Августу. Я говорю искренне. Извини, я забыл, что ты можешь быть искренней. Извини. Минутку, я не договорил, Кристина. Ты не говоришь, ты меня оскорбляешь. Ты меня унижаешь, а я этого не заслуживаю. А я заслужил твое вранье? Я заслужил эту насмешку? Я с самого начала был с тобой откровенен. Я был честен. Я ничего не скрывал. Я тебе не лгал. Я вел себя как мужчина, как джентльмен. А ты как последний шлюха. А теперь ты приходишь со сказочкой про беременность и хочешь, чтобы я в нее поверил. В чем дело? Твой любовник не хочет ни за что отвечать, так? Или вы сговорились меня шантажировать, тянуть деньги, потому что у вас не осталось колец на продажу? Хватит, хватит. Хватит нападок, оскорблений и грубости. Я не позволю тебе сомневаться в моей порядочности. Я не позволю говорить, что я тебя шантажирую, тем более, что этот ребенок от другого мужчины. Нет, Аугусто. И хотя ты думаешь обо мне, самое худшее – это твой ребенок. Плод нашей любви. И не думай, что я тебя шантажирую. Нет, Аугусто. Просто я думала, что ты имеешь право знать об этом. Теперь ты знаешь. И мне больше... Нечего тебе сказать. Нечего. Эдуардо, я должна была сказать правду. Я должна была сказать, что выйду за тебя замуж, потому что слова этого священника, который меня не знает и не может быть ни в чем заинтересован, убедили меня в том, что мы можем быть счастливы вместе. Ивана, 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 я тебя так люблю, что я знаю, что рано или поздно ты сумеешь меня полюбить. Полюбить так, как люблю тебя я. Я знаю. Послушай, я забыла тебе сказать. Мой отец придет сегодня вечером поговорить о свадьбе. Он хочет, чтобы ты попросил моей руки. Значит, этот Эрнест готов помешать свадьбе Ивана и Эдуарду. Тем лучше для меня. Хотя этот тип соперник посильнее, чем Эдуарду. Ивана не любит Эдуарду. А вот Эрнест. Сеньор Раймундо. Как дела, Луси? Хорошо. Я узнала, что вы архитектор и работаете в строительной фирме. Да, и? И я хотела с вами посоветоваться. Прежде чем вы будете советоваться, я бы хотел вас спросить, что именно вы сказали, когда услышали, как мы с женой ссоримся? Я что-то сказала? Да, что-то вроде того, что я не знаю самого худшего. Что может быть хуже, Луси? Объясните, на что вы намекали? Войдите. Мне сообщили, что у вас есть информация о моем отце. Да, Роберто. Плохие новости. Что с отцом? Несчастный случай. Мы нашли тело вашего отца в реке. Верь в Бога, Соня. Лечись и молись. Много молись, дочка. И проси Бога вернуть тебе здоровье. Сестра Анхелинас, вы, монахини, думаете, что молитвы все лечат? К сожалению, рак не желает уступать нашим молитвам. Соня – это святотатство. Не обращай внимания, Анхелинас. Она очень переживает и боится своей болезни. Я представляю. Не мне ее судить. Мы в монастыре будем молиться за твое выздоровление. Спасибо, сестра. Скажите, а вы уже знаете о том, как ваша племянница Кристина обманула Аугусто? Да. И поверь мне, очень стыдно за поведение Кристины. Не знаю, что происходит с этой девочкой. Именно об этом я и хотела поговорить с Виктором. Она должна выйти замуж за Рафаэля, ведь она ждет от него ребенка. Я не могу в это поверить, Росмэри. Ты все выдумала. Нет, это правда. Я видела, как Эрнесто поздоровался с Раймондо, когда Пати их познакомила. Раймондо сделал такое лицо, он смерил его презрительным взглядом. Но почему? Не знаю, по-моему, он ревнует. Вы можете не говорить, чем вы занимаетесь. Вы сплетничаете. И не смотрите на меня с удивлением. Я отлично знаю, на что вы тратите все свое время. На сплетни о том, что происходит в доме. Кто-нибудь видел моего мужа? Он на берегу озера, синьорита Пати. Я видел, как он говорил, с медсестрой вашей мамы. Я ничего не говорила. Я не комментирую поведение хозяев. Просто эти служанки ужасные сплетницы. Это неправда. Я хорошо знаю этих девушек, и они не врут. Объясните, что вы хотели сказать. Я же говорю, дело в том... Нет. Что с вами? Почему вы замолчали? Вы нервничаете? Что происходит, Лусия? Лусия, я ищу вас по всему дому. Что вы здесь делаете? Бегите скорее в дом. Вы нужны моей маме. Вы меня слышите? Бегите, быстрее. Я не глухая. Уже иду, но только не бегом, а в обычном темпе. Извините. Эта медсестра меня не устраивает. Пати, что происходит между тобой и медсестрой? Вы что-то скрываете? Раймундо, пожалуйста. В чем дело, Пати? Почему она держится с тобой так высокомерно? Дорогая, с завтрашнего дня я начинаю работать с отцом в мебельном магазине. Надеюсь, он даст мне руководящую должность, а не будет твердить, что следует начинать с нуля. Нет, малыш, как минимум тебя сделают менеджером. Конечно. Какая прелесть. Дорогая, выпрямись. Малыш, что с тобой? А то, что ты больше не наденешь это платье. Почему? Что плохого в моем платье? Оно мне не идет? Оно тебе слишком идет, чтобы выходить в свет. Пойдем? Да, папа, я уже сказала, что ты придешь сегодня вечером. Серьезно? А в каком ресторане? Нет, папа, нас слишком много. Я хочу, чтобы мои братья были со мной. Ладно, хорошо, я передам. Хорошо. Подожди, я запишу адрес. Да? Да, я знаю, где Линкон Роуз. Хорошо. Встретимся ровно в восемь. Пока, папа. Мой папа Аугусту такой добрый, Росита. Представь, он приглашает всех в ресторан отпраздновать мою помолвку. Ну как? Слава богу, в этом доме мы бы не разместились. Что с тобой? Что с тобой? Я влюбилась. Я без ума от этого типа, с которым мы познакомились по интернету. Пойдем, поможешь мне переодеться и все расскажешь. Пойдем, подружка. Я точно не знаю, сколько нас будет. Но, наверное, больше шести. Да, прекрасно. Можете оставить мне большой зал отдельно, я буду вам очень признателен. Это еще лучше, извините, секунду, извините. Что это? Новый прескурант на цветы. Ты знаешь, они меняются каждую неделю. Ну это ужасно дорого. Ну ладно, заплати. Хорошо. Скажи хозяину, что я хочу с ним поговорить. Хорошо. Спасибо, извините. Да, хорошо, хорошо. Заказ на восемь вечера. Согласны? Нет проблем? Большое спасибо. До встречи. Устраиваешь помолвку Иваны? Да, честно говоря, я не одобряю этот брак. Кстати, ты тоже приглашена. Ты тоже должна быть там. Я? Да, Эстер, пора. Пора вам с Иваной подружиться. Я думаю, пришло время простить друг другу обвинения, которые прозвучали в суде, намеки, в конце концов. Плохое надо забывать. Спасибо, Аугусту. Извини, но я не могу не задать тебе этот вопрос. Это история с Кристиной. Правда, что она в положении? Эстер, я не знаю. Думаю, нет. Но если она и беременна, то... А Трафаэля Роско? Да, сестра Анхелена сговорила со мной. Я не упрекаю тебя за то, что ты ничего ей не сказала. Все равно, живот долго не скроешь. Я думаю, мне это очень поможет. В чем поможет, Рафаэль? Жениться на Кристине. Я уверен, что сестра Анхелена скажет Кристине, что она должна выйти за меня замуж. А вы действительно этого хотите? Жениться на женщине, которая вас не любит? У Кристины был роман с вами и с Аугусту одновременно. Это значит, что она никого не любит. Пожалуйста, не женитесь на Кристине. Если вы на ней женитесь, вы будете очень несчастны. Сестра Анхелена, вы так говорите, словно ревнуете к Кристине. Но, к сожалению, я слишком поздно это понял, Кристина. Если ты хочешь поймать меня на крючок своей сказочкой про беременность, то знаю, ты глубоко ошибаешься. Не понимаю, почему ты решил, что у меня с этой медсестрой есть какие-то секреты. Нет, я не понимаю, Рэймунда. Не понимаешь? Она ведет себя так, как будто она тебя шантажирует, Пати. Шантажирует? Но... Я это выясню. Я это выясню, Пати. Рэймунда, ты так говоришь, как будто подозреваешь меня в чем-то. Послушай, чем может шантажировать меня эта медсестра? Скажет тебе, что я не беременна? Перестань, с тобой невозможно разговаривать. Привет, добрый вечер. Привет. Как дела? Я пригласил вас отметить мой провал. Ну что? Ну как? Как я выгляжу? Ужасно. Великолепно, потрясающе, как всегда. Расси, ты выкладывай, что случилось с твоим тайным возлюбленным? Ничего не случилось, я же тебе говорю. Не знаю. Он выдохся. Он мне не пишет. Или он испугался. Я написала, что хочу с ним познакомиться, даже если у него есть физический недостаток. Физический недостаток? Да. Бог мой, с чего ты взяла? Он тебе написал? Нет, дело в том, что Рауль мой... Я отвечу. Хорошо. Я сейчас. Алло? Да, кто это? Росита. Приезжай ко мне. Мне плохо. Очень плохо. Сегодня вечером? В ресторан? А по какому поводу? Ты не хочешь? Тебе плохо? Нет, просто меня удивляет это приглашение. Ты не должна удивляться. Дело в том, что Эдуардо официально попросил руки Ивана, и я пригласил их на ужин. Я знаю, Ивана будет рада тебя видеть. Хорошо. Хорошо, я оденусь. Не понимаю, почему ты позволяешь дочери совершить это безумие, Аугусто? Не понимаю. Он мне не поверил. Он был так груб со мной, так жесток, так несправедлив. Разве врач не дал тебе справки о беременности? Нет. Я и не просила. Ты имеешь в виду, что надо показать ее Аугусту? Конечно. Ты думаешь, он не признает своего ребенка, потому что ревнует тебя, потому что он решил, что у тебя связь с Рафаэлем? Ты не понимаешь, Расита, он думает, что я беременна от Рафаэля. Расита знала, что я заеду за ней сегодня. Мы договорились вместе поужинать. Рауль, Расите пришлось срочно уехать. У Кристины какие-то проблемы. Да. Но она придет в ресторан, где мы с Эдуардо празднуем помолвку. Почему бы тебе не пойти с нами? Конечно, Рауль. Привет, Тони. Я приеду, конечно. Пошли, нам пора. Прошу. Она сказала, что выходит замуж. Честно говоря, я не понимаю, как женщина может отказываться от такого предложения, ради того, чтобы выйти замуж за человека, которого не любит, который сделает ее несчастной. Если бы он предложил мне... Тебе? Я бы не позволил тебе уехать одной в Европу. Как же? Малыш, я бы взяла тебя с собой в качестве импресарио. Можешь быть уверен. Рикки, а почему ты не скажешь об этом отцу? Августа? Августа – отец Ивана. Он мог бы посоветовать ей не делать таких глупостей. Роберто, проходи. Виктор, мне очень плохо. Что случилось, Роберто? Рассказывай. Речь о моем отце. Неужели, с Леопольдом что-то случилось? Полиция нашла его тело. Его убили. Моего отца убили. Тетя Эрминия, ты должна мне помочь. Помоги мне избавиться от этой медсестры. О какой медсестре ты говоришь? О сиделке твоей матери? А почему? Как почему? Потому что она неблагодарная предательница. Я знаю, в любой момент она расскажет Раймунду всю правду. О чем ты говоришь, Патти? Какую правду? Какую? Пожалуйста. О выдуманной беременности. Патти, уж не хочешь ли ты сказать? Значит, ты не ждешь ребенка от Раймунду? Да, тетя, да. Ну и что? Я не могла потерять Раймунду. А теперь эта дура меня шантажирует. Тетя, пожалуйста. Ты должна мне помочь. Пожалуйста. Не может быть, чтобы Аугусто одобрял эту свадьбу. Не может быть. Он отлично знает, что Ивана не любит Эдуардо. Почему он ей не посоветует? Нет. Она не может выйти за него замуж. Ни за него, ни за другого. Ивана моя. Только моя. Дело в том, Эрнесто, что за всем этим долгая история. Аугусто и Ивана совсем недавно узнали, что они отец и дочь. Я не думаю, что Аугусто имеет такое влияние, чтобы заставить ее одуматься. А ты сильно влюбился. Да. Но поверьте, я говорю не только поэтому. Я убежден, что Ивана пожертвует блестящей карьерой ради свадьбы, которой, я знаю, она не хочет. Она не хочет ее. Вот так случайно. Смотрите, кто идет. Какими судьбами, папа? Ты пригласил маму поужинать? Да, и вы тоже приглашены. Аугусто, ты уверен? Может быть, лучше отметить в кругу семьи? Мы собрались отметить помолвку Иваны и Эдуардо. Я заказал по этому случаю отдельный зал, и мне бы хотелось, чтобы в такой важный момент вы были со мной и с Иваной. Нет, Рассито, забудь об этом. Я не собираюсь брать справку и делать анализы, чтобы доказать Аугусту, что это его ребенок. А слушай, Кристина, может быть... Нет, нет, нет и нет. Рассито, если он усомнился во мне, в моей порядочности, если он усомнился в моей любви, не стоит ничего делать. От меня требуется только одно. Забыть о нем навсегда. Только подумать, столько проблем из-за какого-то письма. Неужели это возможно? Сюрприз! Смотрите, кто пришел. Причина твоих мучений. Почему это ты так говоришь? Потому что из-за тебя Аугустой слышать не хочет о Кристине. Больше того, он думает, что она ждет от тебя ребенка. В Европу? Ты предлагаешь моей дочери поехать в Европу? Речь идет не о каком-нибудь путешествии ради удовольствия, нет. Это работа, сеньера Агуста, работа. Просто у меня есть друг, издатель журнала МОД. Он увидел фотографии Ивана, они ему очень понравились, и он хочет сделать ее своей эксклюзивной моделью. Звучит заманчиво. Впервые в жизни мы с твоей мамой пришли к согласию. Привет. Привет. Привет, как дела? Привет, Тони. А виновница торжества, вернее, жених и невеста, где они сейчас придут? Смотрите, вот они. Привет. 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 Как дела? Отлично. 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 Я, я помешаю этой свадьбе. Я. Ни один мужчина не будет целовать Ивану, а тем более станет ее мужем. Скорую, пожалуйста. Скорую. Скорую. Вы водитель этой машины? Да, все случилось очень быстро. Он ехал быстро, не затормозил. Я тоже, и вот... Он жив. Я вызову скорую. Хорошо. Нам срочно нужна скорая. На углу 42-й и Колли. В машине раненой. Добро пожаловать. Спасибо. Ты великолепна, дочка. Спасибо. Садитесь. Спасибо. Прошу. Спасибо. Я думал, праздник будет в семейном кругу, сеньор Контрерос. Здесь только близкие. Можно сказать, семья. Вы всех знаете? Нет, не всех. Сеньорита Гусман, невеста моего сына Рики. Очень приятно. Эрнесто, друг детства моего сына Рики. Честно говоря, не ожидала тебя здесь встретить. Я тоже. Твой папа увидел нас с Рики внизу и пригласил. Насколько я понял, Эрнесто предложил тебе поработать в Европе, а ты ему отказала. Ты хорошо подумала, дочка. По-моему, сейчас ей нужно думать только о нашей свадьбе. Не так ли? Значит, ты беременна. Вот почему эти обмороки. Я тебе говорил, Кристина. Видишь, я отгадал. Кристина, ты станешь матерью. Не дотрагивайся до меня. Почему ты на меня сердишься? Почему, скажи. Можно подумать, у нее нет повода. Послушай, ты должен объясниться с Аугусту, чтобы он не думал, что это твой ребенок. А вот этого я не понял. Почему Аугусто решил, что ребенок мой? Какой же ты циник. Чему ты удивляешься? Именно этого ты и добивался. Чтобы Аугусто подумал, что у нас с тобой связь. Чтобы он бросил меня. Возненавидел. Поэтому ты написал свое грязное письмо. Выпей, Роберто. Успокойся. Ты знаешь, Леопольдо был моим другом, и мне очень жаль. Но скажи, Роберто, как его убили? В него стреляли. А потом отвезли тело к реке и сбросили в воду. Тело всплыло. И какие-то... Туристы на катере сообщили в полицию. Убийство. Но почему? Неизвестно ни кто, ни почему. Мэттисон говорит, что в него стреляли из пистолета. Они не знают, кто убийца. Они говорят, возможно, человек, который с ним сидел. Из мести. Я не знаю. Роберто. Ты знаешь, что Леопольдо украл крупную сумму денег у Эрмении и Сонии? На русский язык фильм озвучен компанией Зонвижн. её любовь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok